В конце прошлого видео я сказал, что в корне меняю стратегию опционную и теперь ставлю уже скорее на понижение, то есть либо я ничего не потеряю, если курс РТС не понизится, но если он понизится, то я очень здорово заработаю, и это сработало. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Я продолжаю про свои опционные стратегии, как я их строю, и давайте посмотрим на фрагмент предыдущего видео, когда я говорил, что опционная стратегия вместо прибыли внезапно дала убыток, потому что РТС очень сильно упал в тот момент, и что я делал. Итак, смотрим. Я балансирую этим дельта и, значит, двигаю правое крыло, либо левое крыло. Когда рынок падает, надо в корне менять стратегию, поэтому сейчас у меня стратегия абсолютно другая в данный момент. Давайте посмотрим, какая. Вот она, она жестко направленная на падение, но при этом я ограничил убытки, убытки здесь гигантские на самом деле сейчас. Вот такую стратегию я вам показал, я ее сделал. Это было, ну, в четверг кончилась предыдущая, прошла экспирация по предыдущим опционам, и сейчас идут уже следующие, как бы, следующие недельные опционы. Я приобрел, и здесь уже направлена стратегия. То есть, если курс, там вот такая полочка, вы видите прямо сейчас, да, такая полочка. Если опционы находятся в этом диапазоне, то я ничего не теряю. Если курс начинает расти, то у меня убыток. Если курс индекса РТС начинает падать, то у меня достаточно хорошие прибыли. Почему я это сделал? Потому что, ну, есть у меня ожидание того, что курс когда-то начнет падать, и поэтому надо этого просто ждать. Когда он начнет падать, это неизвестно. Он может начать падать, ну, вот, на этой неделе, что, вообще говоря, маловероятно. Он может падать через неделю, через две, но в начале августа, по идее, рынки должны начать падать. Почему я так считаю? Ну, потому что, ну, во-первых, все не может расти бесконечно. Во-вторых, смотрите, какие были методы стимулирования фондового рынка, ну, в Америке прежде всего. То есть, имею в виду, это было понижение ключевой ставки, вы помните, да, там, когда-то в начале марта, ну, это помогло, так сказать, чуть-чуть вот так придержать падение, а потом снова обрушилось. Потом ФРС принимает решение, значит, запускает станок и начинает печатать деньги. И вливает их в фондовый рынок для того, чтобы поддержать фондовый рынок. Влиты гигантские деньги. Программа Куе, которую, ну, они приняли, они вот такой первый пакет, да, вот. И этот первый пакет, он хорошо подействовал, там все индексы выросли. Давайте посмотрим сейчас на сайт Финвиз. Так, ну, здесь у меня пятиминутное, то, что произошло вчера. Ну, вот, что происходило. Ну, вот оно вот, это понижение ставки в марте месяце. Продолжилось падение, потом, значит, печатный станок запускают. И пошел рост. И рост восстановился. Трамп говорит, ну, вот видите, блин, ребята, значит, я повелитель всех индексов и всех фондовых рынков, потому что, значит, я волшебник. Но, тем не менее, я уже несколько раз говорил, что там рынки сошли с ума, что, ну, есть ряд аналитиков, которые считают, что, в общем-то, сказать, еще одна волна падения неизбежна. Почему? Потому что экономика-то остановлена, предприятие остановлено, и вот этот вот театр абсурда, он не может длиться бесконечно долго, когда люди ничего не делают, но получают деньги. Люди ничего не делают, но получают деньги. А корпорации при этом не зарабатывают, потому что люди не тратят эти деньги на, ну, потребление не растет. Ну, и, собственно говоря, именно это, в общем-то, сказать, ожидается. Посмотрите, вот индекс вот так вот растет, растет, растет. Я неоднократно говорил, что, в общем-то, сказать, вот он вот, как бы потолок, а после этого будет, скорее всего, вторая волна падения. Поэтому я решил, что, ну, не буду я ставить на то, что индекс изменится слабо, а поставлю на то, что, в общем-то, сказать, ну, будет когда-то падение. Что произошло вчера, давайте посмотрим. Вот пятиминутный график. Вот он, вчерашний день. Он, вот он вот, он уже. Вчера. А, вот здесь вот начался вчерашний день, начался с небольшого роста. Вот. А потом открываются в Америке рынки, и, соответственно, все начинает падать. Это пятиминутный график. Здесь падение не такое большое, если посмотреть, но достаточно значимое. И вот если часовой график в другом масштабе посмотрим, вот оно, это падение. То есть вот оно, вот, как бы небольшой рост сначала, а потом падение. Ну, мы видим, что в масштабах, как бы, если посмотреть издалека, то это небольшое падение. Вот то падение, которое было в четверг, мы видим, да. Сейчас падение, ну, побольше, чем было в четверг однократно. Поэтому, ну, лихорадит, лихорадит потихонечку. И, ну, ожидается, что будет, ну, вот, картинка примерно такая. То есть сначала падение, потом где-то остановочка, еще падение и так далее. То есть вот как бы, вот так вот, вот, ну, я ожидаю дальнейшего падения. Что, как пережила моя стратегия. Ну, если я поставил на падение, то логично ожидать, что она дала прибыль, и прибыль вчера была. Да, вот, сейчас она уже изменилась, поэтому я не стал показывать вам сразу ее. Посмотрите, как вчера, интересно, открылся, открылись наши, наш рынок. Посмотрите, вот это вот очень удивительная штука. Вот она вот, открытие. И индекс РТС стреляет резко вверх. Вот аж до сих пор. Посмотрите, как сильно стреляет индекс РТС вверх на открытие биржи. И если кто-то, например, да, говорят, что проще купить фьючерс или продать там фьючерс, например, если ты ждешь падения, проще продать фьючерс и сидеть в нем. Но когда продаешь фьючерс, на всякий случай всегда советуют ставить стоп-лимит. Где будут стоять стоп-лимиты? Они будут стоять здесь, 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 здесь. И вот эта вот свеча выбивает все стоп-лимиты, как, что называется, выбивает шортистов полностью. То есть вот она вышибает их. И это произошло в течение, ну там, сколько здесь, 30-минутный график, ну там в течение 5 минут вот эта вот свеча была. И тут же вернулся, как бы, сейчас я попробую, может быть, 5-минутный будет виден здесь, как это все происходило. Вот, все это произошло в течение 5 минут вчера, и индекс сначала устаканился на то же место, а потом начал потихонечку падать. Вот он ждал долго открытия американского рынка. Вот здесь американский рынок у нас, ой, это уже не американский рынок, это уже, так сказать, позже, позже, позже. Он начинает открываться, и пошло падение дальнейшее. Вот таким образом. И, ну, что я наблюдал? Вот у меня вот здесь вот была такая полочка, вот, и индекс спускается. Красная линия, мы видим, уходит вверх. Она уходила со скоростью 2,8 фьючерса, то есть дельта у меня была 2,8 минус. И поэтому у меня по вариационной марже очень здорово росла прибыль. Ну, вот здесь вот деньги у меня были 76 695 после 14 часов, и после 14 часов добавилось еще 6 тысяч, то есть, ну, практически там 10%, что ли, или 8% к балансу на срочном рынке. Вот такая штука. И если мы вернемся, помним, я показывал график, вот, текущее положение вот такое. Вот он, вот, синенький график, вот это по индексу РТС. Посмотрите, как он выглядит. Вот я вам показывал в прошлом видео, что у меня рост, ожидание роста превратилось в падение. То есть, у меня было первая неделя 6,2% за неделю я заработал. Спустя неделю это уменьшилось до 4,9%. Видим, да? Вот здесь 4,9%. То есть, вот я по сравнению с началом в плюсе, ну, там некоторые люди говорили, а, вот, что и требовалось доказать, опционы это зло, вот, и так далее. Ну, дальше к вечеру еще меньше стало денег. Дальше выходные, суббота, воскресенье. И, соответственно, в понедельник, вот оно, ну, это уже, как бы, следующая стратегия, вот оно, вот. Вот, она, она выросла. И сейчас текущее положение, вот оно, вот, устаканилось. 15,7% с начала месяца, с 25 июня. И при этом, ну, просто надо смотреть, чтобы, опять же, я ограничиваю убытки, так сказать, в случае роста. Экспирация здесь опять в четверг, это недельные. Сегодня у нас вторник. Два дня до экспирации. Ну, по-прежнему надо смотреть, и я говорю, что последние два дня надо смотреть особенно тщательно. То есть, завтра, послезавтра надо будет сидеть внимательно смотреть. Ну, а сегодня, а сегодня давайте посмотрим, что происходит сегодня. Возвращаемся сюда. Пятиминутный график. Ну, индекс S&P 500 начинает небольшим ростом. Ну, это азиатские рынки. Это азиатские рынки. Ну, и я думаю, что обычно к моменту открытия биржи, значит, он возвращается вот куда-то вот сюда потихонечку. Ну, а потом уже видно будет. Будем смотреть, будем наблюдать. Но, повторяю, что положение сейчас вполне себе ничего. 15,7% с 25 июня. То есть, ну, прошло там две с небольшим недели. Что будет дальше, я буду рассказывать. И сейчас я занимаюсь разработкой робота, но об этом я расскажу в другом видео. На сегодня все. Спасибо за внимание. Оставайтесь на моем канале. Будет много еще интересного у меня готовиться. До встречи. С вами был Демид Кур Юрий.